10 февраля день памяти Александра Сергеевича Пушкина. Вся мировая культурная общественность вспоминает в этот четверг последнюю дуэль поэта, которая оказалась роковой. Александр Сергеевич в поединке с Жоржем Дантесом получил смертельное ранение. Для нашей съемочной группы эта дата лишний повод напомнить о том, что великого сочинительна с Тверью многое связывало. Заодно и спросить, знают ли жители областной столицы хоть какие-то подробности дуэли, которая произошла зимой 1837 года. Бессмертен тот, чья муза до конца добру и красоте не изменяла. Кто волновать умел людей сердца и в них будить стремление к идеалу. Эти строки Алексей Плещеев посвятил памяти своего гениального современника Александра Сергеевича Пушкина. Поэтическое наследие которого уже более двух столетий волнует сердца и помысл потомков. 10 февраля трагическая дата в истории русской культуры. В этот день скончался Александр Сергеевич Пушкин, величайший российский поэт, имя и творчество которого широко известны во всем мире. Имя поэта неразрывно связано и с Тверской землей. Здесь он останавливался в Торжке, Старице, в Бернове, Грузинах. Особенно любил Старицкие края, гостил у своих друзей и знакомых. Мы решили поинтересоваться у тверичан. Знают ли они, где в Твери останавливался Пушкин и с кем состоялась последняя дуэль писателя. Сегодня 185 лет со дня смерти Пушкина. Знаете ли вы, где он останавливался? В Твери? В Твери? Да не знаю, если честно. Не вникал, да? Буду теперь знать. Я в Торжке в Торжке вон там. Много где останавливался. Да, вот гостиная Гальяня. Мороз и солнце? День чудесный. Правильно. А вы знаете, где в Твери останавливался Александр Сергеевич Пушкин? Знаю, в гостинице Гальяня. Вот на том балкончике он ел черешни и выплевывал косточки. Стрелял с Пушкин много раз. У него дуэли-то было отмененных там немерено и несостоявшихся. То есть он нарывался сам-то хорошо. А вы знаете, с кем была у Пушкина дуэль? С Дантесом, да? Да, правильно. А в каком году помните? Когда умер. Через три дня. Ну, не помню точно, сейчас скажу. Дантес? Да, Дантес. Правильно. А в каком году помните? Нет, не скажу. Эта утрата для русской литературы и культуры в целом была огромна. И в то же время Александр Пушкин оставил по-настоящему уникальное наследие. Фактически создав современный русский язык и вдохновив на творчество десятки выдающихся поэтов и писателей. Причем не только 19-го столетия. До сих пор Пушкинская литературная кладовая остается поистине исчерпаемым богатством России и всего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова